Продолжение следует... По нашим оценкам в этой сфере деятельности занято более 3,5 миллионов людей. Это экспертная оценка независимых экспертов. Это и охранная деятельность, и детективная деятельность, транспортная безопасность, пожарная безопасность, технические средства безопасности, информационная безопасность и иные направления деятельности, которые занимаются защитой, охраной и минимизацией рисков и так далее. И, так скажем, основная миссия некосударственной сферы безопасности – это устойчивое развитие экономики, безопасное и защищенное. Хотелось бы поговорить с вами о потенциале некосударственной сферы безопасности в России, о роли мести НСБ в охране общественного порядка, в обеспечении национальной безопасности. Есть определенные документы, которыми руководствуется эта сфера деятельности. В первую очередь, это стратегия национальной безопасности, которая принимается президентом Российской Федерации и готовится к Советам безопасности при президенте. И там как раз звучит о том, что основная задача сферы национальной безопасности – это выявить основные вызовы и угрозы перед Россией и определить силы и средства обеспечения национальной безопасности. И вот, к сожалению, в этом основополагающем документе, доктрине, концепции очень мало звучит некосударственной сферы безопасности. Очень хотелось бы с вами поговорить о роли мести и о том, чтобы в таких документах, которые являются обязательными к выполнению органов исполнительной и законодательной власти, хотелось бы, чтобы они учитывали этот потенциал НСБ, людей, которые заняты в этой сфере деятельности, людей, которые большинство, как вы часто выражаетесь, людей, которые давали присядку родине и продолжают служить в этой сфере на благо России, на благо безопасности. Вот это, может быть, и должно стать целью развития НСБ, чтобы максимально достучаться до органов исполнительной власти и законодательной власти максимально в высоком уровне. И ваш авторитет, ваш потенциал – это стоит очень дорогого для нашего сообщества. Вот хотелось бы ваше мнение. Спасибо. Ну, что говорить, мы не так давно отпраздновали 30-летие НСБ у нас в стране. Вы, как вы сказали в своем выступлении, что в формате НСБ страны трудится сегодня по разным оценкам до 3 миллионов человек. В основном это люди, которые имеют военную подготовку, прошедшие службу в силовых структурах нашей России. Взрослые люди, отвечающие за свои деяния. И вот они нашли работу в НСБ. Да, НСБ сегодня предоставляют услуги ряду структур в России по обеспечению безопасности. Они обеспечивают безопасность ЧОПами, вы знаете, обеспечивают безопасность кибербезопасность, обеспечивают пожарную безопасность, обеспечивают безопасность следственных дел, негосударственные тоже структуры. Много направлений безопасности, где вот сотрудники или работающие в этой сфере обеспечивают эту безопасность. И оно приносит свои результаты. Вы прекрасно видите, что минимизирована проблема в школах, минимизирована проблема в медицинских учреждениях, в учреждениях других. Да, многие наши лидеры нашей промышленности и государственных корпораций имеют свою службу безопасности, но ниша, которую занимают сотрудники не государственной сферы безопасности, она тоже широка и распространена по всей стране. У нас есть взаимодействие со всеми службами, которые работают на территории нашей страны, от Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Махачкалы, будем так говорить, везде существуют такие структуры. Нам удалось, Александр Михайлович Козлов, объединить структуры в единую, но это опять-таки общественная структура, которая мы хотим себя назвать отраслью, но, к большому сожалению, она сегодня не является отраслью народного хозяйства, отраслью у нас в государстве, хотя на него обращают внимание. Они могут оказывать услуги в обеспечении общественной безопасности при проведении каких-то мероприятий, люди привлекались до этого. Мы участвовали в обеспечении охраны на чемпионате мира и других больших мероприятиях, в взаимодействии с полицией, в взаимодействии с национальной гвардией, потому что мы говорим с ними совсем на одном языке, служили люди у них, знают, что и как, и почему. Это легко. Но сегодня, как вы сказали, нормативных государственных документов достаточно мало, на которые можно было бы опираться, на которые бы обращали внимание другие органы исполнительной власти, на местах и в стране в целом. Сегодня с помощью наших депутатов Государственной Думы прорабатывается проект указа, проекты указа, который будет доложен президенту, проект закона, вот, по всей видимости, закона, а потом уже будет какой-то указ виноват. Вот, если этот закон будет принят, то там есть определенные параметры. Но здесь проблема в том, что эта сфера безопасности должна быть оплачена, потому что люди затрачивают свое, сотрудники этой сферы безопасности должны быть каким-то образом обеспечены нормативными документами по своей личной безопасности, потому что сегодня пока этого нет. И когда работодатель представляет им возможность, он не отвечает за состояние здоровья этого человека. Кто с оружием у нас охраняет, кто без оружия. Ситуация может быть разная, когда риск, в первую очередь, для жизни этих сотрудников имеет место быть, но, к большому сожалению, за это никто не несет ответственности. Ну, по нормативным документам. Полагаю, что новый документ предусмотрят эти все вопросы. Ну, и оплата тоже самое. Ведь проблема в том, что многие структуры, которые между собой конкурируют, согласно 44-го закона, опускают свои услуги до очень-очень низкого уровня, и потом пытаются этот низкий уровень компенсировать, ну, ненадлежащим обеспечением безопасности. Либо 4 человека в сутки работают на этом направлении, либо 3 человека, либо 2 человека на этом направлении. Поэтому здесь, в этом плане, есть моменты, которые сейчас вроде бы пришли, мы писали в Минфин, обращались и так далее. Вроде бы устанавливается минимальная планка оплаты каждого поста, в зависимости от его, так сказать, нужности и его значимости. Ну, минимально опускать уже, конечно, как они сейчас это делают, представляя, выходят на торги, представляя свои структуры, обладающие тем-то, 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 тем-то. На самом деле у них ничего нет, хотя есть те, которые проигрывают, а у них есть и техника, есть и все остальное, для того, чтобы надежно обеспечить охрану каких-либо объектов. Думаю, что это все будет, мы будем услышаны, потому что мы работаем сейчас и РСПП, и торгово-промышленная палата во взаимодействии, все заинтересованы. Понятно, что мы не можем охранять объекты Росатома, там, Роскосмос и все остальное, у них свои дела, но есть такие предприятия, которые тоже сегодня важны. Допустим, в энергетическом комплексе страны, частично в газовом направлении. Вот, ну, много объектов, в жизни, в ЖКХ очень много проблем, связанных с обеспечением безопасности граждан. Это и пожарная безопасность, потому что даже возможности нашей пожарной безопасности, они не так широки, как бы мог еще добавить им, вот, будем говорить, частные ребята, которые работают в структурах частной охраны в системе пожарной безопасности. Я думаю, что, наверное, это надо вот каким-то образом консолидировать и все-таки, полагая, что государство нас услышит, мы информировали и сотрудников Совета безопасности в этом плане, вот, полагая, что это будет услышано и потенциал вот этой сферы будет использован, потому что вот в этих условиях, в которых находится сегодня наша страна, вот, очень нужные структуры, которые могут оказать реальное влияние на обеспечение безопасности. У нас здесь, если подходить к опасностям, которые подстерегают наших граждан, то их такой широкий спектр, и вот даже охватить наши вот структуры, то, что сейчас есть, мы не можем, вот, но это будет оказано помощью руководителям на местах, думаю, что и руководители. Мы проводим в ряде областей семинары, наши представители выезжают, мы беседуем со структурами Негосударственной сферы безопасности регионов, вот, информируемых о тех позициях, которые здесь у нас, как мы видим, идет вот такой вот обмен мнениями, где-то что-то улучшается, хотелось бы, конечно, чтобы это было более эффективней, вот, более, как сказать, прилагаемо к ситуации, но думаю, что это будет. Потребность у россиян в этом плане есть. Есть небольшие предприятия, которые требуют, вот мы смотрим, в каждом магазине, в каждом торговом центре имеется служба безопасности, а это вот как раз представители вот этой нашей Негосударственной сферы безопасности, и на нее, думаю, что государство обратит достойное внимание, и ребята, которые, граждане, которые проходят там, имеют там работу, будут достойно оценены вот в этом направлении. Потому что, вы посмотрите, вот у нас в сфере безопасности в Москве, если посмотреть, работают представители многих областей вокруг Москвы. Москвичей там не так много. В основном это граждане, которые были в ближайших регионах, приезжают. Ну, и они должны достойно получать, потому что даже, ну, те деньги, которые они получают, они не небольшие даже, скажу, достаточно низкие, от тех задач, которые на них возложены. Это пока жареный петух не клюнул, а когда вот уже что-то произойдет, тогда начинают искать. Вот у нас много случаев было, где охранник был, почему он спал там, почему он кнопку не нажал-то еще. Ну, много разных вопросов может возникать. Поэтому, если это все структурировать так, как положено, если когда-либо, мы надеемся, все-таки это будет какая-то отрасль, значит, у отрасли должен быть какой-то руководитель, эта отрасль должна войти в какую-то структуру, пусть она будет там штатная, не штатная, но у нее должен быть какой-то начальник, который этим делом всем руководит, чтобы она была поддержана и Министерством финансов, чтобы она была поддержана другими структурами, экономикой, я там не знаю, как вот, если это будет отрасль. Понятно, что люди зарабатывают себе деньги. Может, вы частники, типа, вы вот себя зарабатываете, там кружите в своем кругу. Понятно, что можно зарабатывать и хорошо, и плохо, можно, вот я просто знаю, что некоторым руководителям приходится разделять свою структуру на несколько подструктур, чтобы уйти от налогов, а так и налоги бы шли нормально, вот, и все, если бы это было, а реально вот сейчас платить те налоги, которые должны платить они, без минималки, они просто не в состоянии дышать. Все думают, что это какое-то обогащение, кто-то такие вот великие, там, деньги крутятся. Да, деньги в целом большие, вот, уходят на это все, но если их целенаправленно использовать, это была экономия бюджета страны, и как-то вот, ну, помощь была бы достаточно эффективная. У нас вот еще в рамках нашей той комиссии, которую вы возглавляете, идет работа по техническим средствам безопасности, по внедрению к комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мы инициировали несколько вот законов, это вот закон о безопасном регионе и поправки в жилищный кодекс. Вот вы в предыдущем своем рассказе о себе говорили, что у вас был опыт работы с безопасным городом, вот с этой оболочкой. Вот хотелось бы узнать вот ваше мнение, как вы видите вообще построение вот таких систем, там безопасный регион, умный город, безопасный город. Ну, у нас много сейчас, вот умный дом, умный город, безопасный город и так далее. Было направление, вот, я будучи полпредом, было такое направление, это безопасный город. Мы даже, да, это было под крышей МЧС, под руководством МЧС проходило, вот, возглавлял в свое время Дмитрий Олегович Рогозин, когда был вице-премьером. Мы собирались на площадке МЧС, обсуждали эту тему. Да, это очень затратное мероприятие. Вот кто сегодня отвечает в городе за безопасность? Ну, все начнут там ФСБ, МВД, там, и так далее, и так далее. А вообще-то отвечает за безопасность города, глава города. У главы города должны быть какие-то инструменты для обеспечения, какие-то технические средства для вот этого всего, чтобы он мог все знать. Если какая-то беда в городе случается, там, руководитель водоканала, там, какую-то информацию дает, руководитель еще там что-то там, еще какие-то энергосистемы, там, газовая система и так далее. Но это, опять-таки, в первую очередь идет на направление их деятельности, и в лучшем случае она доходит как информация до руководителя. Он начинает снимать трубку, петь, а что там, а что там, а как вот, что делать, что мы делаем. А когда будут созданы ситуационные центры этого направления, куда будет собираться вся информация по проблемным, так сказать, вопросам, связанным с опасностями, все будут знать. Допустим, у нас есть такая тема продовольственная безопасность, да? Где-то не будет там хлеба, где-то не будет сахара, где-то не будет там гречки той же вот. Это же тоже безопасность, тоже будоражит людей в свое время. А когда это будет своевременно, это все выявляться, там, цены поднялись в каком-то маркете, там, еще как-то, не для этого, естественно, должны быть соответствующие инструменты. Как это контролировать? Сегодня я знаю, что, ну, где-то они есть такие центры, вот, у нас все вот камеры повесили, ну, камеры для МВД. В МВД есть социональный центр, там, они снимают вот эти остановки, там, хулиганов вылавливают, там, в системе ГАИ есть вот эти камеры. Если по горячим следам появляются. Да, вот, где-то что-то получается. А опасностей-то много. Вот, допустим, те же, я говорил когда-то, вот, те же мосты, по которым ездят, они тоже имеют какие-то степени износа какого-то, еще что-то. Тоже, какая-то информация должна поступать. Вот сегодня работает тема пожаров, да? Тоже какая-то информация должна поступать. Вот с пожаром болится только МЧС. Вот где пожар, там МЧС, где пожар, там МЧС. Это человеческий фактор. До этого должны работать и гражданские лица, руководители на местах, там. Я просто, будучи полпредом, мне пришлось в таких трех крупных позициях, направлениях работы. Это как подтопление, вот, Барнаула, вот, затопление было в Сибири. Как раз вот приехал я в 2014 году туда. Потом пожары, потом вот сгорела Шира, населенный пункт, если помните, в Хакасии, вот, и мы оценивали, я с учеными встречался, с МЧСниками встречался, с ребятами, которые, вот, с пожарной, с лесоохранными, все делами, ну, в связи с тем, что в свое время лесоохранные структуры были практически снивелированы, отсутствие техники, отсутствие, там, людей в этом плане. Вот, борьба с этим, ну, а то, что человеческий фактор-то бесспорно, и тут к бабушке не ходи, это так. Вот, допустим, ну, все говорят, это вот лежал какой-то камень со сланцем, там, блестящий, солнышко светило, потом загорелась трава. А мне говорят, что есть специалисты, которые занимаются там охотой, да, какую-то делянку выделяют, вот этот пал весенний сделали, полянка сгорела, травка зелененькая появилась, туда побежали животные, они там их добывают. То же самое вот с деревьями, на мой взгляд. Ведь вот этот, особенно весенний, так сказать, пал, он быстро проходит, деревья там чуть-чуть обуглятся, а их уже списывают, как погоревшие, уже ценнику совершенно другой материал, тоже первой категории где-то так. Ну, а халатность вот этих всех граждан наших, это само собой, особенно вот, когда мы говорим о близлежащих к населенным пунктам. Близлежащих к населенным пунктам только человеческий факт, это 100%. И вот сколько ни говори с гражданами, то они мусор начинают убирать. То еще что-то начинают делать. То еще аж и раз сгорело буквально за 15 минут. Буквально там заборы летели, вот такие вот, плата горящих заборов там. И ветер был сильный, и вот, и немедленно, очень быстро распространился. И праздник там был перед Пасхой, или вот период Пасхи где-то вот такая ситуация была. А потом вот эти проблемы решаются. Так же самое вот зато подтопление. Начали разбираться, отсутствие каких-то датчиков там, вот сколько снега. Хотя это все, как каждого, пролонгируется все время все это. Потом начали вот эти посты выставлять. Там, ну, много мероприятий проводили, конечно. Очень много работы. Вот и десантики наши пожарные здорово работают, и МЧС здорово работает. Но некоторые граждане даже спекулируют этим наделом, потому что, как бы, сколько бы снега наверху не было в Алтайском крае, а каменный обе есть, бутылочное горлышко. И как бы то ни было, все равно там будет когда-либо собираться вот это вот огромное количество воды, таяния, там, снега и так далее. Все это прогнозируют эти же сложности. Строить какие-то дамбы, ну, можно там как-то, они нивелируют эту ситуацию, минимизируют фактор риска. Но когда на заднем стекле автомобиля написано, спасибо, наводнение, поменял машину, потому что за все вот эти вот подтопления, там, по количеству жителей, там, платятся определенные деньги. Вот, идет даже определенная спекуляция со стороны граждан. Они имеют жилье где-то в городе, а вот эти вот их там населенные дачные поселки, или какие они там затапливаются, они как пострадавшие ежегодно получают какую-то мзду, какой-то компенсации денежных средств. Вот, где-то что-то так. Поэтому с этим надо бороться. Не государственная сфера безопасности на это может реагировать. Вполне может реагировать. Сейчас вот, по большому счету, собрать из людей вот нештатную какую-то пожарную охрану, хотя такие есть в городах, уже люди сами собираются. Вот, это тоже не государственная сфера. Собирайтесь, ребята, делайте там, как-то зарабатывать на этом, там, платите за это. Потому что, ну, какая-то вот, можно экономическую, финансовую историю сколотить для этого и как-то вот сделать это все более-менее приемлемо для сегодняшнего дня. Работы очень много, сфера не очень такая масштабная, вот, необходимость в этом есть. Вот, и, а наша задача, вот, как комиссия, мы не управляющая структура. Мы, специалисты наши, только могут дать рекомендации по тем или иным направлениям. Ну, и поддержать инициативу. Да, и поддержать инициативу, потому что работают в комиссии все профессионалы, вот, знают свое дело. Ну, если оно воспринимается, воспринимается, не воспринимается, но это уже на совести тех, кто ее получает. Будем бороться, чтобы воспринималось. Вы очень в своем емком выступлении сказали прям широкому инспектору проблем и видно глубину понимания вашего проблем и в том числе каких-то путей развития. Вы как раз вот говорите о необходимости координации, об использовании потенциала НСБ во всех направлениях деятельности. И вот ожидаем результат, что, ну, как бы, вот на уровне даже города, чтобы безопасность становилась более лучшей системой. Вот как, вот, у нас есть понимание каких-то определенных проблем. То, что, например, есть отрасль охраны деятельности, соответственно, у нее есть контролирующие органы внутри Росгвардии. Это уровень управления, да. Выше главного управления есть зам руководителя ведомства, дальше руководитель ведомства, дальше совет безопасности и президент. Получается, отрасль, в которой занято миллионы людей, в которой есть потенциал и так далее, а до центра принятия решения далеко. И нет структур, которые занимаются не контролем, а развитием этой сферы деятельности. И, наверное, тоже и в этом мы видим, наши эксперты на сообщество НСБ, и в этом идет проблема, что до центра принятия решения далеко. Это очень много звеньев. И, конечно, мы очень надеемся, что под вашим чутким руководством вот эта комиссия по безопасности бизнеса и государственной сферы безопасности, она вот как раз возьмет на себя роль координатора структуры, которая будет в том числе заниматься стратегическим планированием и развитием. Сейчас модно об этом говорить, что очень важно отраслевое стратегическое планирование развития. И вот как может быть, чтобы у нас есть специалисты, эксперты, может быть, и в каком-то обозримой перспективе поставить задачу перед собой, чтобы в тех документах, основополагающих, как, например, стратегия национальной безопасности, подписываемая президентом, и рассматриваются она раз в 6 лет, есть концепция общественной безопасности, которая тоже принимается. Вот чтобы в этих документах мы были зафиксированы как силы и средства. И, соответственно, вот мнение, что концепция общественной безопасности подписывается президентом, этот документ с момента подписания, все, что там изложено, становится обязательным для выполнения органов исполнительной и законодательной власти. Вот идеально, чтобы мы там не упоминались как отраслевое сообщество или отраслевое гражданское общество, а конкретно специалисты и профессионалы, и структуры, которые обладают силами и средствами. И вот дальше, может быть, и легче будет нам в диалоге договариваться, чтобы принимались, в том числе федеральные законы, которые регулируют нашу деятельность, разрабатывались отраслевые и профессиональные стандарты, говорящие о повышении качества и так далее. Вот, как один из подходов, может быть, еще и замахнуться на то, чтобы, например, было какое-то всероссийское коллегиальное решение, чтобы вы стали руководителем секции, экспертной секции в Совете безопасности при президенте, которые именно или по должности, или по представительству как раз возглавили секцию, в которую вошли бы наши эксперты, которые могли бы в том числе предлагать такие эффективные пути решения с участием, с эффективными использованиями нашего потенциала. Понимаете, о своей персоне я даже не говорю, потому что я, как сказать, не стоял у истоков создания, далеко от вот этих всех, ну, недалеко, зная эти процессы, но есть люди, которые компетентны, которые знают это дело, которые руководят уже долгие годы. Не вопрос, тут о персональных не вопрос. Да, действительно, мы должны достучаться до руководства Совета безопасности, до руководства страны, вот, по разным, с разных, так сказать, сторон, чтобы действительно посмотрели на вот эти вот структуры, на 3 миллиона человек, которые работают в этом направлении, не как начальников, коммерсантов. Сейчас на эти структуры смотрят как на коммерсантов. Вот вы зарабатываете деньги, вы коммерсанты, вы представляете услуги, поэтому никто вот толком на это дело не смотрит. Но когда это будет все структурировано, у нас есть регулятор этого направления, сегодня достаточно плотное и тесное взаимодействие с руководством Национальной Гвардии, люди понимают, у них тоже есть ГУП охрана, но она в составе Национальной Гвардии. А как ввести в состав Национальной Гвардии или взять под контроль этому регулятору вот эту вот сферу деятельности, это уже законодательная инициатива. Вот мы сейчас ждем выхода в свет закона НСБ. Выйдет он, вот, Дума утвердит его, и тогда это будет первая отправная точка для движения дальше. На основании этого закона можно и стратегию разрабатывать, можно разговаривать с Советом Безопасности, хотя в Совете Безопасности все понимают, но законодательная инициатива сегодня пока не имеет места быть. Поэтому рано или поздно, я полагаю, что вот эти все наши разговоры, диалоги, которые мы ведем на разных уровнях, они приведут к тому, что все-таки обратят внимание на эту сферу деятельности наших граждан, которые участвуют в решении этих вопросов, и это будет все структурировано, и, наверное, каким-то образом вот определено и законодательно подкреплена их деятельность. Тогда они будут пинать на вас как коммерсанта, вы там деньги зарабатываете, вот там такие, такие, такие. Ну, много таких аббревиатур негативные иногда слышатся в адрес сотрудников этого направления. Думаю, что это вот все наши усилия, ну, каким-то образом возобладают. А действительно, да, должен быть какой-то руководитель, должна быть какая-то административная вертикаль этого направления. Под кем она будет, кто будет руководить? Ну, ближе всех вот сейчас национальная гвардия, да, вот. У них есть вот уже структура безопасности, вот это неведомственная охрана, вот это глупоохрана, они тоже несут эту. Ну, у них более широкий спектр, вот, более такие солидные предприятия там у них, а у нас вот торговые центры, школы, спортивные мероприятия, там другие дела, вот это, ну, будем так сказать, низкий уровень, более низкий уровень вот этой вот государственной деятельности, будем так говорить. И думаю, что, наверное, нас услышат, у нас есть вот опыты в Москве, опыты в Санкт-Петербурге есть, когда действительно востребовано. Вот школы у нас охраняются нашими структурами, больницы тоже нашими структурами охраняются уже. Вот, Сергей Владимирович Саминский занимается этим вопросом. И нормально все это идет, заключают договора с Министерством образования, вот. У них на это финансирование есть, есть в городе человек, который отвечает за эти, за это взаимодействие. Не просто они с улицы пришли, их проверяют, их невозможности, их нет. Там у них и техника есть, и информационная база есть, и все, все, все. Самое главное, есть люди, есть штыки, но эти штыки надо поставить в строй. Вот так вот могу сказать. Вы очень правильно говорите о том, что вот нефтерство сферы безопасности, создавая на маленьком каком-то частом объекте комплексной безопасности, где антикриминальная защищенность, антитеррористическая, пожарная безопасность, обеспечение режима охраны объекта создается из этого всего, из этих территорий и маленьких, это тоже общий вклад в общую... Конечно, это даже обсуждению не подлежит. Вы знаете, вот сейчас заходите в любое, вот, министерство, ведомство, там и так далее, стоит ЧОП, частно охранное предприятие, там, РУС, ВИТИС, я не знаю, как они себя аббревиатурят, БЕРКУТ и все разные, это же вот это не государственная сфера безопасности. Они уже присутствуют сегодня, но они присутствуют как частная организация. Вот, дадут им объект, не дадут им объект, дадут им объект, не дадут им. У нас вот, я когда работаю, общественная деятельность моя была направлена, не может сказать, что он занимался этим процессом, ситуация какая, ну, предложил им поучаствовать в охране московской подрома. Там тоже охраняют они, да? Приехали туда, нет, вот нам столько, не хватает финансов. А они не могут больше. На торги вышли, ну и проиграли, естественно, не пошли. Вот они суд охраняли, казаки, я знаю, потом их тоже, по-моему, оттуда убрали. Вот эта вот охранная деятельность ЧОПов казачества, она прекратила свое существование. Потому что, ну, работать казаком и охранником, это две разных вещи. У нас, вы сказали, вот о комиссии по квалификации. Мы тоже работаем в этом плане, там у нас есть два направления, одни за одно, другие за другое, тут в этой сфере работает много народу уже давно, там пишут и опыт наших бывших, вот республик из Плодказахстан, там они показывают Узбекистан, как у них, что там, там несколько другое. Ну, а применить это все на нашу Россию, это только, будем так сказать, административно-политическая воля руководства страны. Мы себя показываем. Нас поддерживает и руководитель торгово-промышленной палаты, это руководитель Российского Союза промышленников и предпринимателей. Вот недавно мы подписали на правительство, Шохин отправил письмо по моему ходатайству. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Пока есть поле деятельности, есть люди, которые хотят этим и могут этим заниматься. Наша отрасль общественно полезна, государственно значимая, и, мне кажется, под вашим руководством, мне кажется... Ну, нашу комиссию мы будем использовать и поставить, но наша комиссия – это маленький орган на сегодняшний день в государстве российского. Если мы были общественно-государственной организацией, это одно. У нас общественно-государственная организация – это общество знания и Динамо, если не ошибаюсь. И ДОСАФ России. У них тоже нет своих положений. Я вот в Динамо когда руководил, если мы общественно-государственно, как мы к государству-то относимся? Где финансирование, где это все? Ну вот, знание понятно там. Сергей Кужуевич занимается этим вопросом, им легче стучать в эти колокола. А Динамоцам было сложнее. Ну, ДОСАФ тоже, понятно, опять там Министерство обороны их тоже курирует. А нас кто курирует? Если бы нас курировала Национальная гвардия, мы были в формате руководства Национальной гвардии, но пока мы с ним только в составе комиссии там и так далее, и так далее. Может быть, при разговоре тоже создать общественно-государственную организацию, как ДОСАФ России, как Общество знаний, как Динамо? Понимаешь, дело в том, что у них есть структура ВГУП охраны, федеральное и государственное предприятие в составе Национальной гвардии. Мы, ВГУП охраны, никак не подтянемся, потому что они все служат, они на балансе стоят. Да, они сами себя обеспечивают, но они вот структурированы. Это в Национальную гвардию надо включить еще вот эти 3 миллиона человек, которые должны быть вот так. Он сотрудник ВГУП охраны, он социально защищен. Наши сотрудники не защищены никак. Согласен? Но если была бы создана вот эта общественная-государственная организация, которая бы перед тобой стояла задача, например, обучения, подготовки кадров, вот эти мобилиционные возможности, когда учет опыта и мобилиционные возможности и мы же... Ты видишь, отдельно выходить на мобилиционные дела, я думаю, что здесь не срастется. Почему? Потому что каждый гражданин России до определенного возраста стоит уже на мобилиционном учете. Работает он в ЧОПах, не работает он в ЧОПах. Он уже стоит там, его призывают там и так далее, и так далее. И это все уже включено. Короче, мы уже состоим в мобилиционных делах. А вот участвовать в мероприятии, допустим, по охране общественного порядка, там какой-то демонстрации, там, я не знаю, мероприятия, которые... И привлекать ЧОПы туда, это уже проблематично, потому что они по сменам дежурят. Вот в Москву-то не приедет на охрану Лужниковка, тот с Воронежа, Стамбова или с Липецка. А тот, который здесь в Москве, он уже стоит на посту. И как? Они же получают деньги за то, что они стоят на посту, а Москва, принимая их на обеспечение безопасности, даже не финансируется. Может быть, и финансируется, я не знаю как. Но я знаю, что вряд ли, потому что, будучи руководителем войск, у нас, я выделял даже на охрану, на праздник пива в Лужнике свой личный состав войск. Где пиво, где солдаты. Ну, где-где-где-где-то вот так вот было. Поэтому, а те ребята, которые несли непосредственно охрану ЧОП, которые в Лужнике охраны, получали свои деньги там. А нашим солдатикам даже руководитель Лужников банана не дал. Ну, где-то, где-то вот так. Поэтому мы их сами кормили, поили, ездили, все там, одевали, обували. Здесь есть вопросы, которые действительно, если бы на это обратили внимание, я помню, как-то здесь был депутат Думы, который что-то ЧОПами там, что-то занимался. Ну, не знаю, как у него там что-то он. Ну, сейчас вот нам в Думе помогают, вот Саша Кенштейн, вот он достаточно... Я извиняюсь, что его Саша обозвал, потому что, ну, это так простой разговор. Он здорово помогает, он вникает в это дело, грамотно в этом плане. Думаю, что под их руководством, депутатов наших, этот закон пройдет. А будет закон, тогда можно от него плясать. Пока мы работаем по 92-м году. 30 лет по одному закону. Это неправильно. Спасибо вам большое. Мы очень надеемся на эффективное дальнейшее взаимодействие, на благо развития нашей сферы деятельности, отрасли, как отрасли экономики страны и на благо общественной национальной безопасности. Будем стараться. Хотелось бы, чтобы мы были отрасли. Есть цель. Спасибо. Спасибо.